Добрый вечер Первое отделение было у нас на тему абсурдизма, чушизма, что-то такое в поэзии, имеется в виду в стихах, кто-то, как говорится, это сделал, кто-то рядом прошел с этой темой, но не важно, главное, что мы здесь стихи, так сказать, творим. А сейчас у нас тема «Весна, смерть, Петербург». Ну вот опять же я начну, а после этого у нас, кто у нас еще участвует в этой теме? Поднимайте ручки, пожалуйста, сейчас я посмотрю. Ага, все, понял. Тогда после этого, после меня Александр Рав, опять, то, что мы договаривались, да? А потом тогда Вера Вересьянова, а потом Святослав Короев. Хорошо? Значит, я начинаю. Уносишься? Погоди, вон грач пролетел над пашней, воздушные бигуди закручиваются страшно, наматываются сны за окнами коммуналок, И синие от весны утопленники с фонтанок летят в гробовой полет. Что, ангел, боишься смерти? Чудесный твой самолет пропеллером в сердце вертит. Опять у тебя пассажир ругается, водки просит. Поэт покидает мир, стихи на земле забросив. За первым всегда второй, за сердцем всегда утрата. За вечностью только слой земли завершает лопата. Александр Рар Словами не скажет. Иди на сцену. Полчища, бессмысленно наплодившихся, разоружающих по большей части узость, усугубившаяся значимость ценностей массовых людей. Их грустные лица, скошенные обстоятельствами, изуродованные до немыслимости, уставшие от участия, прутся в погоне за радостью, сшивая из ног и с толку, отравлены всякой гадостью. Их суть в неизделимых осколках. И я в этом, родившись однажды, до сих пор не пойму разврата. Как можно вот так вот отчаянно губить ни за что брату брата. Как просто идеями раненым кидать миллионам приказы. Чтоб те с чувством долга всеправедным убивали инакоразвитых. Как правильно быть ограниченным, как праведно быть христианином. Всю жизнь нас учили жизни, неся чей-то лик на знамени. Не хватит ли чуши раздробленной, фанатизмов необязательных. Подумай о собственном долге, о собственной мысли значимости. Не слушай зовущих спасению. Не верь распыляющим сажу. Вывернись сам к откровению, что верно словами не скажут. Спасибо. Александр Рар! Дай мне микрофон, пожалуйста. Кто следующий? Я же называл. Я же называл, кто следующий. После этого Святослав Коровин. Одна стиха. Вера Вересиана. Да, сейчас одна. Весна по имени Вера по городу ходит одна. Пушистую ветку вербы в руке сжимает она. А Питер живет своей жизнью и не замечает ее. Люди скучно чужие думают лишь о своем. Весна по имени Вера не любит фальшивых слов. В плаще своем светло-серым идет вдоль черных домов. И через грязные лужи легкий делает шаг. И все, что от жизни ей нужно, весенним ветром дышать. Весна по имени Вера дитя фантазий и грез. Ее интересов сфера поэзия сладких слез. Она найдет вдохновение совсем в обычных вещах. Ей чужды зло и забвенье, неведома боль и страх. Весна по имени Вера играет в смешную любовь. Кому-то щекочут нервы, кому-то волнует кровь. Но в сердце скрытое чувство даровано лишь тому, Кто холоден так и пуст к ней. Но почему, почему? Весна по имени Вера наивного счастья глоток. Ей улыбается первый ярко-желтый цветок. Она своего добьется, конечно, когда-нибудь. И теплое майское солнце ей освещает путь. Спасибо. Вера Вересьянова. Спасибо, Вера. Слава. Святослав Королев. Смерть. Однажды проснулся в полуночной тьме. Позвонил тебе, сказал, привет, здравствуй. Как твои дела? Ты мне сказала, что ты умерла. Я не поверил. А как иначе? Не хватило денег от сдачи на то, чтобы купить лекарство? Какое коварство! Зачем же? Тогда ты ответила. Ты усмехнулась. Малыш, ты еще сам не понял. Тебе не хватило денег? Тоже. Такое немножко хорявое. Петербург. Иди на сцену, тебя не видно. На свету будь, пожалуйста. Город махнатыми лапами. Уперцы в объятиях улиц. На улицах девочки ходят. На улицах просто тусуются. Кто-то смотрит меня мимо. Кто-то стреляет мне в спину. Я всех ненавижу. Камень булыжный кину. Выкину в окно. Их лица. Господи, почему я такой убийца? Зачем? Для чего? Я рисую в этих улицах. Те, кто постоянно тусуются. Те, кто постоянно бухают. Ха! Отдыхают. Так отдыхает молодежь. Так отдыхает моя молодежь. Молодежь 21 века. Века. Калеке. Посмотри на меня изнутри. Неужели ты такой же, как я? Неужели ты такой же, как я? Смотри. Ты видишь? Огромное солнце. Похожее на желтое. Это пятно. Все потому, что время закончилось давно. Что там не было еще? А, весна. Весна опять проморгала. У меня почему-то насморк. А я опять потерял свой самый последний паспорт. Святослав Коровин. Спасибо. Святослав Коровин. Мария Милюшина, вы же заявлены. И после этого тогда Игорь Кабанов. Ребята, давайте сразу. Мария Милюшина отработала. Да, и в тень только всегда, потому что свет в глаза был. И сразу идите и берите микрофон. Не ждите, пока я назову. А я вообще крикну отсюда. Кто? На сцену, конечно. Добрый вечер, дамы и господа. Мария Милюшина. Забыт на полке поцарапанный мотоциклетный пыльный шлем. Я в коридоре меж палатами сижу, зажав в руках ПМЛ. И вспоминаю безысходности слова холодные, как лед, когда я жил с налетом черствости. И видел мир наоборот. Ты здесь, в больничном заточении, и доктор с паспортным лицом, как проповедник, заключением выводит древним языком. Две лампы, молью влюбленные, отравленный желтушный свет играет пьяными аккордами немых страданий минуэт. Минуты в сутки растекаются, а ждать жестокий приговор. Вдруг дверь тихонько отворяется. Иду на окна медсестер, лежишь в объятиях Канакаса, бинты окутали твой стан. Я создан весь из неприятностей, а я бесчувственный болван. Прищурить тонкого изящества по-прежнему играет мысль. И водопад с волос, труящихся, смеясь над всем, стекает вниз, как много надо тебе высказать, что раньше принимал за бред. Слеза проворные и быстрые, дежурные оставляют след, но в горло лишь слова впиваются, терстветь застревая там. И твои пальцы прикасаются к моим трепещущим рукам. Я под покровом впечатления, как на изломе бытия, отбросив ложные сомнения, изрек. Я так люблю тебя! Из битой фразы откровения в сознании запылал костер. Но запоздалое прозрение — наш самый строгий приговор. Ты произнес с улыбкой странную, не убирая бледных рук, сближаясь с ровной диаграммой в словах так много гласных букв. Рождает острейшее соло клавиш твой изощренный биопсихоз. Порыв мистерикин звуки давишь, лишая рояль всех прав на наркоз. Безумный сарказм инфлюансового танго сокроет в песках запоздалый секрет. Мелодии сок переспелого манго стинают о том, как беззвучен паркет. Паркет, в свою очередь, бредит стуком, вибрированием от ударов сапог. Последний рефренд, какие-то бледные руки в безветрии полночь вводят курок. И светлые души вскрывают под сажей. А губы уверенно шепчут «Нельзя! Нельзя прерывать беспокойство под сажей!» Но пальцы слабеют, меж клавиш скользя. Дадит разум, усталость машины. Я устал, я свернул с пути. Нет в живых объективной причины, по которой нельзя уйти. Пропустите, Лен, мои мысли. По тернистой линии вен. Слишком ровная линия жизни. Может, этим добьюсь перемен. Среди монстров, мерцающих взлетов, я останусь ничтожной программой. Кайф мифических наркополетов я смешаю с прямой диаграммой. Я устал быть всегда в километре от желаемых сердцу людей. Плоть как мусор пустите по ветру и забудьте навечно о ней. Нет шедевров, одни приманки. Дней кружения раздутый бред. Строите дальше воздушные замки. Мой давно был заказан билет. И последнее сочинила буквально два часа назад. А сколько минут? Недолго. Плачет весна Петербурга, слезами зачеркнутых кем-то поэм. Пьяное серое утро вновь наполняется пеплом проблем жизни за чьей-то пазухой. Стонет опухшее время войны с собой или теми нелепыми фразами. В них прогорает мясо. Нужны? Для чего? Чтобы снова пытаться выкинуть хлам и оставить багаж? Сколько надежд? Хватит! Все! Ликвидация! Я выхожу на последний этаж дома, погрязшего в съемных квартирах. С крыши банально. А здесь нет стекла. Вид на коттедже, заплывший жиром. Карниза не прихоть. Я просто смогла. Мария Емельюшина! Спасибо большое! Спасибо! Игорь Кабанов, идите на сцену, идите сразу на сцену. Хорошо. И пусть тогда Юлия Морозова приготовится. Солнце лучик радостно засветит, и очнется трава ото сна. Перелетит на голубой карете, молодая, милая весна. Ее кудри в темне ве полей, листья вербы на зеленом платье. Станет лучше, станет всем теплее в ее легких ветреных объятиях. Ее солнце в небе повстречало, что растопит в ней холодных целей. У весны ни грусти, ни печали, нет насмогла в молодом лице. Над кустами голубые мухты, у берез в стволах струится сок. У весны алмазы в синих туфлях, на челе зеленых трав венок. И растает лед холодный строгий, расцветет зеленая лоза, где весны пройдут изящные ноги, куда взглянут ясные глаза. И земля сырая задымится, на следах красавицы весны. И придут к следам тем зверям, птицам из далекой голубой страны. Улыбнутся золотые звезды, что гуляют в синем небе где-то. Упадут цветов тяжелых грозди, и весна вдруг превратится в лед. Игорь Кабанов. Хорошо. Юлия Морозова, давайте. Игорь, мы вас еще услышим сегодня. Ребята, вы сразу на сцену. Вот посмотрите, вот сколько, 10 секунд прошло, пока Юля вышла. Идите сразу, кто следующий. Там сзади, вот на кушетку садитесь. Секунду, Юль. Тогда, Женя Морозов, вы готовы? Ой, Евгений Кушов, вы готовы? Нет? Кто еще хотел участвовать? Юля Глазова, идите тогда сразу на кушетку туда, следом. И вот кто хочет, сразу следом на кушетку вот так и садитесь по очереди. Потому что, что я буду всех объявлять, как дурак? Юлия Морозова. Тремя сперстами зову рассвет, тремя словами меня здесь нет. Распался город на два крыла, задерну шторы на зеркалах. Под абажуром снуют тела, сегодня утром я умерла. Числа не помню, лишь синева в моих ладонях поет неба. Целую взглядом, холодный дождь, ты будешь рядом, когда умрешь. Реквием смерти. Картина страшна до предела, картина печальна до слез. В наряде восторжена в белом, сплетение светлых волос. Презрев притяжение тверди, девица шагнула в окно. Падение, реквием смерти. Тревожный аккорд, ре минор. Свидетель чужой пантомимы. Стою на осколках беды. Я видела горе без грима. И тело остывшей звезды. Всем, кто выходит сюда на передний край, помните, что вы становитесь... Прощальная симфония. Темными. Метро Новочеркасская, дыхание апреля. Семь нот минорной гаммы у северных мостов. Последнее свидание под ребрами туннеля. Нас ревность превратила в отчаянных врагов. Ты щурился и лгал. Пальто темнее бездны. Железным поцелуем обжег адреналин. Надрывное, прощай, и ты исчез в подъезде. Как исчезает солнце за спинами вершин. Гремел трамвайный хвост, щитинетесь вагоны. Как много километров в квадрате площадей. Как много глаз у стен. Как много рук у кленов. Как много скользких масок на лицах у людей. Глаза впивались в ночь. В сиреневую копоть. С широкими зрачками смеялись фонари. Двенадцать лестниц в май. И две ступеньки в пропасть. На стыке двух проспектов. В объятиях зари. Последнее стихотворение называется «Промзона» Санкт-Петербурга. По золоту стряхнув с души. Позабыв о пространстве и времени. По привычке пытаюсь жить. Без имен, без иллюзий. Потеряно. Я брожу по гранитным лугам. Где заборы, расшиты колючками. Трубы тянутся ввысь к облакам. Спины фабрик снегами навьючены. Новостроек. Седые хребты. Провода паутиной наброшены. Пауками повисли мосты. Лед скулит под резными подошвами. Перекошенные лица домов. Ноздри окон в железо закованы. Обескровленный город Петров. Придавили кремлевской подковы. Спасибо. Юлия Морозова. Спасибо, Юлия Морозова. И продолжает Юлия Глазова. В городе тесно. Не от людей, от неподвижности. В городе душно. Не от машин, от повседневности. В поисках места, где бы вдохнуть свежего воздуха. Ты поднимаешь взгляд к облакам в небе над городом. Если забыться, глядя на них, мир опрокинется. Люди, машины сыплются вниз, станут ничтожными. Словно у птицы руки твои станут воздушными. Ты улыбнешься и улетишь в небо над городом. Взгляды уставших сонно скользят в небе над городом. Взгляды свободных рвутся туда, в небо над городом. Взгляды влюбленных встретятся там, в небо над городом. Души умерших смотрят на нас с неба над городом. В городе будни. Люди спешат, люди толкаются. Кто-то заденет тело твое, глупо застывшее там, где полюднее, чтобы спросить, сколько, мол, времени? Времени нету. Вечен покой в небе над городом. Павел, перестаньте, пожалуйста, разговаривать. Пожалуйста. Вот туда можно в фойе выйти и там разговаривать. Город, я напишу тебя калейдоскопом фантазии и тайн. Тонким узором из ярких стекляшек прожитых судеб в стенах старинных домов. Там, где бытовая стоит суета. Где не понимают, не чувствуют люди взгляд твой внимательный из-под воды. Город, я напишу тебя плеском, шелестом волны столетних гранит, запахом ветра, небом капризным, как будто ребенок, терпким, как дым от костерка на задворках в тени здания школы. Город, я напишу тебя призвуком призрачных снов утром с просонок, легким уколом в сердце за час до рассвета. Город, я нарисую тебя витражом в узком окне неприметного здания с видом на двор, эхом задумчиво-неторопливых шагов рядом с капеллой, шелестом вод, смывающих все, что не распознало, ветром в лицо, сдувающим все, что накипело. Надень на себя все яркие краски, что смыло серым дождем, не бойся его, пускай он не ласков, однажды это пройдет. Иди, пробегись по пляжащим лужам, по набережным, вглядись, твой город волшебен, город закружен, город стремится ввысь. Танцуй под дождем, не бойся мелодии ливня отдаться, танцуй под дождем, согрей его танцем, развей его танцем, танцуй под дождем, волшебница и вечного нежнего солнца, танцуй под дождем, пусть он улыбнется, тебе улыбнется. Надень на себя весенние звуки, бубенчик в косы в плети, танцуй под дождем, что в стороны руки, пусть песня в город летит, танцуй под дождем, ритмично и живо танцуй, выражи, твори, танцуй под дождем, ведь ты одержимый, ведь танец в глазах твоих, танцуй под дождем, ты слышишь в нем тихую песню гитары, танцуй под дождем, ты слышишь танцующий ритм ударных, не хлещет, не вьет, ты слышишь, поют водосточные трубы и город поет, танцуй мне, станцуй мне, ведь это нетрудно. Надень на себя все легкие вещи, укутайся в их уют, танцуй, этот танец должен быть вещем, он знает судьбу твою, танцуй под дождем, ритмично и живо, танцуй, выражи, твори, танцуй под дождем, ведь ты одержимый, ведь танец в глазах твоих, танцуй, нет, лети туда, где клубятся косматые тучи, пусть небо простит, я верю, простит тебе эту летучесть, танцуй в вышине, над мокрыми крышами улицы линий, танцуй в вышине, танцуй над небой, как танцует богиня, танцуй над дождем, пусть танец твой ливнем на город прольется, танцуй над дождем, пусть он засмеется, тебе засмеется. Юля Глазова! Спасибо, Юля. Юля Глазова. Ярослав Юнжаков. Юля Глазова. Балтейству резко очерчен Монферраном силуэт собора, что венчает площадь веско, глядя, как завершает пируэт апрель, сочится зеленью из почек весна и ночь, бледней день ото дня, мой город, мегаполис одиночек, в подножье петровского коня. Ещё одно. Солнце острым луча свечением в отражении гранитных плит, словно скальпеля рассечением небо в клочья распотрошит. Задохнётся весна ортою, будет в берег дуга не выбиться пенно, и ратью мёртвою вдоль фасадов застынут львы. Чуть качнётся кряхтя раскидиста, светофор у пяти углов тень падёт. Я на то, что видится, то, что помню, сменить готов. Полюблю это утро стылое, не пущу свои мысли вспять. Поцелуй в губы, сладко, милая, И пойдём в летний сад гулять. Ярослав Юмжаков! Спасибо! Эйно Ильмари! Следующий. Молитва червонца. Зачёблый рыдание звонец, Трепещет осиновый лист, Встаёт из могилы червонец, Матрос, лесоруб, анархист. Идёт он по топким болотам, По сумрачным лунным лесам, По полю, где кровью и потом Пропитан земли каждый грамм. Идёт неистым узором, Глядит на родные места, На влике речного простора, Заточенные формы листа. И возле Канюрского храма Взывает плоды кемеров. Твердит не смиренно, Но прямо, И страшен, и горд, и сурёв. Помилуй нас, Божий Единый! Вели, чтобы сон и смертей Убрались из водской петины, Не трогали наших детей. Вели, чтобы не было страха, Вели, чтобы мои палачи Других не тащили на плаху. Ответь же, ответь, Не молчи. Качаются ветви берёзы, Василий взирает на храм, Он плачет. Кровавые слёзы Текут по бескровным щекам, А верные Васины други, Зарытые в тот же песок, Молитву услышав, В испуге всё ждут. Не ответит ли Бог? Почуяв отсутствие солнца, Они в гробах говорят, Зачем расстрелял ты, червонца, Кровавый, чумной Петроград? Неужто иные народы Мешали тебе, исполин? Запомни, в угорские воды Восстанут из Невских глубин. Нева обернётся потопом, И будешь ты смыт, окаян. То слёзы земли нашей скопом Низвергнут тебя в океан. Но близок рассвет, И Василий в обратный пускается путь. Колёса эпохи бессилен Погибший герой повернуть. Эй, но Ильмари! Назад, назад микрофон! Вот туда.